А сейчас ещё раз посмотрите на те союзы, которые никак не влияют на порядок слов в предложении. Это союзы UND, ABBA, ODA, DEN и ZONDAN. О союзе UND мы уже говорили, а сейчас давайте поговорим о союзе ABBA. Посмотрите на следующее предложение. Er ist gekommen, aber der Lehrer ist schon weggegangen. Или Ich habe gekocht, aber er hatte keinen Hunger. Посмотрите, союз ABBA переводится на немецкий язык как А или НО. Я приготовила, но он не был голоден. Или ещё один пример. Er macht schon das Licht aus, aber ich will noch nicht schlafen. Ещё раз посмотрите на наши примеры. Это обычные предложения, повествовательные предложения, предложения с точкой. И вот в таких предложениях мы уже запомнили, что после союзов ABBA, а также UND, ODA, DEN и ZONDAN у нас сначала будет стоять подлежащее и далее глагол. И ещё несколько примеров. Итак, с союзом ABBA мы разобрались. А сейчас давайте посмотрим на следующий союз, на союз ОРА. И переводится он как ИЛИ. Посмотрите на порядок слов в предложении после ОРА. Данное вопросительное предложение мы начинаем со спрягаемого глагола. И после ОРА у нас точно такой же порядок слов. Сначала у нас идёт спрягаемый глагол, далее подлежащее и всё остальное. А если у нас было бы обычное повествовательное предложение, то вы знаете, сначала бы мы поставили подлежащее и далее спрягаемый глагол. И так со всеми этими пятью союзами. И ещё один пример. Здесь у нас предложение с точкой. А мы учили, что в предложениях с точкой после союзов UND, ABBA, ORA, DEN и ZONDAN порядок слов прямой. И прежде чем мы перейдём к следующему союзу, давайте вспомним союз ABBA и далее рассмотрим союз ZONDAN. И в самом конце мы рассмотрим союз DEN. Итак, союз ABBA переводится на русский язык как А или Но. Это с вами мы уже выучили. Например. А сейчас посмотрите на союз СОНДАН. Переводится он как А. Но нужно запомнить, что это не АБА, которое как бы противопоставление. А СОНДАН это корректировка информации. То есть запомните, это не противопоставление. Ты уже выключил свет, но я не хочу спать. А это корректировка. Например. Не мы едем в Италию, а наш отец едет в Италию. То есть видите, не мы, а отец. Мы скорректировали информацию. Обратите внимание, в предложениях с ZONDAN всегда главное предложение, которое мы будем корректировать. Оно всегда стоит с отрицанием. НИЧТ ВИР ФАРЕН НАХ ИТАЛИЕН, СОНДАН УНСА ВАТАР, СОНДАН УНСА ВАТАР ФЕРТ НАХ ИТАЛИЕН. ВИР ВАРЕН НИЧТ ИМ ПАРК, СОНДАН ИМ КИНО. Мы были не в парке, здесь у нас отрицание, не в парке мы были, СОНДАН ВИР ВАРЕН ИМ КИНО. Здесь мы сделали точно такую же корректировку. На что еще здесь необходимо обратить внимание? Когда вы строите предложение с ЗОНДАН, то во второй части после ЗОНДАН мы обычно не используем полноценное предложение с подлежащим и сказуемым, а просто говорим то, что корректируем. Например, ВИР ВАРЕН НИЧТ ИМ ПАРК, СОНДАН ИМ КИНО. И еще парочка примеров. СИ ИСТ НИЧТ УМ ЭЛФ УР ЭИНГЕШЛАФЕН, СОНДАН УМ ЗВЁЛФ. ЭР КАУФТ НИЧТ БАЙ АЛДИ ЭИН, СОНДАН БАЙ РЕВЕ. И сейчас давайте поговорим о СОЮЗе ДЕН, например. Посмотрите на одну особенность ДЕН. Если подлежащее в обоих предложениях одинаковое, то из второго простого предложения подлежащее убирать нельзя. Хотя вы помните, что с остальными четырьмя союзами мы это делали. Раньше мы учили, если подлежащее и в первом, и во втором простом предложении повторяется, например, То из второго простого предложения подлежащее можно просто убрать, потому что оно и так там подразумевается. И можно сказать Здесь также во втором простом предложении можно убрать ИХ, и смысл не поменяется. Здесь в этом втором простом предложении подлежащее ИХ и так подразумевается. И еще один пример. Здесь во втором простом предложении мы также можем убрать подлежащее ИХ и получится А с ДЭН так делать нельзя. С ДЭН нам необходимо и в первом простом предложении, и во втором простом предложении и подлежащее ИСКАЗУЕМОЕ. Итак, а сейчас давайте закрепим пройденное. Мы уже говорили о том, что союзы UND, ABA, ODA, DEN и SONDEN на порядок слов в приложении не влияют. А это значит, что в приложении с точкой в повествовательном приложении порядок слов может быть либо прямым, либо обратным. Например, Внимательно еще раз посмотрите на эти два предложения. Посмотрите, видите, ДЭН у нас стоит на нулевой позиции. Это так и называется. ДЭН на нулевой позиции. И далее мы можем выбирать либо прямой, либо обратный порядок слов. То есть, как мы обычно начинаем строить предложение с точкой либо при прямом, либо при обратном порядке слов, так делаем и здесь. И на ДЭН не обращаем внимания. ДЭН стоит на позиции ноль. Но все-таки в разговоре чаще после данных союзов используют прямой порядок слов. Посмотрите, здесь ОДА также не повлиял на порядок слов в предложении. Посмотрите, у нас вопросительное предложение. А вы знаете, что вопросительное предложение мы начинаем всегда с глагола, который спрягаем. Ну, конечно же, если у нас, например, нет вопросительного слова или какой-то вопросительной конструкции, нам необходимо начинать вопросительное предложение с глагола, который мы спрягаем. И вот это мы как раз-таки и сделали в данном случае. И во втором простом предложении, которое у нас начинается после ОДА, у нас порядок слов такой же, как и в обычном вопросительном предложении. То есть ОДА не повлиял на порядок слов. И поэтому сразу после ОДА мы поставили глагол, который спрягаем, и далее подлежащее. Если вы проходите интеграционные курсы и у вас имеются проблемы, вы не понимаете, как строить предложение, не понимаете и не разбираетесь в грамматике, то вам помогут наши курсы А1-1, А1-2. В этих курсах мы проходим все основы, всю основную базовую грамматику. Пройдя эти курсы, у вас в голове сложится система, и вы будете понимать, как правильно строить предложение, что является самыми основными темами, грамматическими темами, которые помогут вам быстро заговорить по-немецки. У вас появится уверенность в своих силах, вы будете понимать, что вы делаете. Поэтому прямо сейчас начинайте заниматься с самого первого урока и пройдите все уроки систематично. Не прыгайте от урока к уроку, потому что тогда вы можете что-то важное упустить. Вам нужно именно систематично пройти все эти курсы. Вы можете прямо сейчас начать заниматься бесплатно. Ссылку вы увидите под этим видео на все уроки. И результат будет гарантирован. Самое важное – это то, чтобы вы вдумчиво, внимательно проходили все лекции. начинайте прямо сейчас.